Глава девятая книги Прока Иеремии О, кто даст голове моей воду, и глазам моим источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных черри народа моего! О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных! Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдаю, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клевету. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят, приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства, по коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так, говорит Господь Саваоф, вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать с дочерью народа моего? Язык их убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь, не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? О горах под нему плач и вопль, и о степных пастбищах рыдания, потому что они выжжены, так что никто там не проходит, и не слышно блеяния стад, а от птиц небесных до скота все рассеялись и ушли. И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов и города иудеи сделаю пустынею без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это, и к кому, говорят уста, Господь не объяснил бы, за что погибла страна и выжжена как пустыня, так что никто не проходит по ней? И сказал Господь, за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали голоса моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего, и во след ваалов, как научили их отцы их. Посему так, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, «Вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их». Так, говорит Господь Саваоф, подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли, пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы, и средь сниц наших текла вода. Ибо голос плача слышен Сиона, «Как мы ограблены! Мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наши». Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слову уст его. И учите дочерей ваших плачу, и одна другую плачевным песням. «Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. Скажи, так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы позади жнеца, и некому будет собирать их». Так говорит Господь, «Да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатой богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне говорит Господь». «Вот приходят дни, — говорит Господь, — когда я посещу всех обрезанных и необрезанных, Египет и Иудею, и Едома и сынов Омоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова